Герой. Конечно, герой. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Я не был еще вот там. А можно? А к вам? Ладно, нельзя. Ладно, хорошо. Главное, что мы заторились патронами для винтовки. Правда, обидно то, что патронов с собой для винтовки можно взять только 25 штук. Но будем тогда использовать ее только в случае, когда вот прям враг засел где-то далеко, но достать его нужно. Мне уже надоело... А, все, наши патроны полные. Всадник, привет. Ну, стрим идет уже сколько? Три часа? Стоп, 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 стоп. Вот здесь, ребята, вы ошибаетесь. В смысле, блядь? В смысле, блядь? Слышишь, казач, у тебя пеницы, что ты для пацанов жалов? Нет! Нет! Помогите! Не спасите! Заткнись, шмара! Заткнись! Заткнись! Ах ты сука! Я не... Так... Мадам, вы живы? Я... эм... Не успел, что ли? Да вроде бы же... Эм... Эм... В общем, я старался. Возможно, стоило здесь... Без стелса. Чё-то он слишком, блядь, громкий. Это тебе за то, что я не успел ее спасти. Тварь. В общем, нахер стелс. Просто нахер стелс. Вот-вот постелсил. Просто постелсил. Ну, кто ж знал... Они же собирались ее не убивать, а... Хочу другое делать. Кто ж знал, что все так закончится-то плохо. Эм... Ам... Оооо, ребята! Мои клиенты! Так, ну это же ваши, да? Все это крен... Вот для чего нужна эта винтовка. Так, а вот для чего она нужна. Все же Zoom X4 что-то дозначит. Ну чё там, есть еще желающие? Чё? А в смысле? Твою мать! Твою мать! Вот это было... Сейчас, между прочим, обидно. Фокси! Да у меня! Фокси! В смысле минус респект? Я хотел по стелсу! Я не хотел никого убивать! Твою мать! Да чёрт вы со всех сторон-то лезете! Мммм... Хорошо, я вас понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Короче, в данном... В данных ситуациях лучше не стелсить. А лучше все делать максимально быстро. Тогда... Лишних жертв точно быть не должно. Балует... Ну кто ж знал, кто ж знал, что... Я просто вот-вот-вот на пару секунд же не успел. Так, потухни. Твою мать! Ну привет! Еще бы разброс поменьше у АК. Было бы просто супер. Братишка, развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Ну ладно. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, всё. Наших угнали всех. Детишек. Женщик. Кто живой остался. Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. А не ты ли из той колонны, о которой говорили? Если ты за ними пойдешь. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да. Не спеша. Ловушка, значит, да? Окей. Понято, принято. Где наша дрезина? Ага. Вот чуточку, чуточку, чуточку. Да бандитов-то и в принципе за людей. Спасибо. Я посижу пока тут. Считать как-то того. Ловушка, значит, да? Меня смущает то, что здесь много грибочков. Так, нет. Здесь свет, наверное, лучше вырубить. Пауков здесь нету. А, ведьмака. Да-да-да-да-да-да. Читай обязательно. Я сколько? Семь или восемь книг прочел. Ничуть не жалею. А мне бы противогаз заменить... Ну, это ведьмак же. На единороге, что ли? Это норма. Это норма. Помню в концлагере у фашистов Паша сказал мне. Всех не спасти. Надо выбирать меньшее из зол. И как раз Фоксе мы заговорили о ведьмаке, да? А ведьмак говорил, что если приходится выбирать между меньшим и большим злом, то я предпочитаю не выбирать вообще. Наверное, он прав, но мне не дает покоя одна мысль. Все мы чертовы герои. Спасаем человечество. Фашисты, которые вырезают людей с малейшими мутациями. Коммунисты, которые хотят загнать всех в единое государство и... Тем установить в метро мир. И я, который ради спасения людей уничтожил целый новый вид разумной жизни. Мы говорим о спасении и убиваем. 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 И так с человеком было всегда. И с этим не поспоришь. Так, ну что. Раз уж эти ребята мне не понравились с самого начала. Раз уж я не успел спасти одного человека. Давайте тогда не будем хотя бы повторять своих ошибок. И на будущее спасем всех остальных, кого они рано или поздно могут убить. Будем работать на опережение. Так, тихо. Не это ли их ловушка? Охренеть. Это чё? Это чё-то странное у него какое-то там оружие. Ну-ка, давайте-ка проверим. Это что? Ой, фу, мерзость какая. Это пистолет. Не, нафиг надо. Типа стелс, типа стелс, типа стелс. Да сам ты петух. Не в то гнездо залезли. Блять, слишком ярко. Для ночного видения. И снова мы стреляем голдовыми патронами. Почему? Как это работает? Почему они сами по себе втыкаются? Вовремя вы поднимаете тревогу. Да, 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 да. Удачи вам. Такими темпами опасаться их особо не стоит. Твою мать. И снова голдовые патроны. Да что за дерьмо такое? Как это работает? Хотя у меня их столько, что мне их жалеть, в принципе, наверное, не нужно. Просто мне их некуда тратить. Да не, немного. Мы тут немножко опоздали, не успели спасти девушку, и теперь у меня пригорает. И вот. Теперь мы решили немножко, лови-ка ты сам, устроить геноцид бандитов. Дело, вроде как, полезное. Да ладно, надо идти к самое гнездо и... Ага, самое гнездо и туалет. Нет, стоп. Где-то же должен быть другой путь к ним. И, похоже, вот он. Да. Твою мать! О, вот чего не смотрел, того не смотрел. Но название какое-то слишком занятное. Вот эта штука меня крайне бесит. Ага, вот. Теперь мне намного спокойнее. А по дискорд-серверу, я не знаю, я даже пока особо не думал, потому что времени не было. Но, как бы, надо бы. Когда-нибудь, рано или поздно. Что мы открыли? Надеюсь, мы открыли какой-то проезд. Если игра сохранилась, значит мы открыли что-то важное. И, возможно, эти двери нужны были. Короче, можно ехать. С чистой совестью. Ех. Ну, опять же, наверное, поедем без света. Ех, посмотрел я здесь новую серию щита. Та серия, когда я читал Ранабе, вот как раз таки от этого момента. Как же у меня пригорало-то от дуэли. Это просто нечто. Это просто нечто. И в аниме передали вот примерно все так же, как это и должно быть. Короче, пока аниме меня радует. Правда, пропущено очень много моментов, но основное... А, все осталось на месте. Ты че так базаришь-то? Катюшу пели. Я где-то видел этот момент. Да, и он, кстати, забавный. А, рановато, рановато, рановато. Вон, справа еще один проходик. Твою мать, ты потише будь. Все, все. Так, чего у нас здесь? Типа, это весь лут, который вы мне можете предложить. Нем, не густо. Я охренел от того, какая новая лаля появилась в слизи. Это ж... Это ж просто... Которая это... Которая... А мы куда едем? Видимо, туда нам не надо. Туда мы сходим пешком. Там черепушки нарисованы. Да, сюда нам явно ехать не стоило. Крайне-крайне похоже на... Концлагерь. Да, да, да. Которая принца... Не... Не... Ах, вы ж суки. Где вы там? Которая это... А, нет, стоп. Сюда и мы можем проехать. Это деревяшка. Которая... Как же ее там? О-о-о-о... Принцесса демонов, во. Так, бесишь. А где детишки-то? Ну да, сюда мы точно не проедем. Это точно не наш путь. Значит, нам... По-моему, в обратную сторону нужно. Ну, то есть, нам переключатель нужно переключить и... Ехать немножко в другую сторону. Да и здесь лута нету. В общем, крайне-крайне странно. Ну, ринда. Что есть, то есть. Ну-ка. О, и снова мы стреляем голдовыми патронами. В общем, похоже, я склоняюсь к тому, что нахрен нужно выбросить этот калаш. Да-да-да-да-да-да, лаля просто вообще шикарная. Вот просто от души лаля. Короче, мне зашла. Идеально. Ну что, снова идем на таран, да? Ну да, она одна из... Опа. Они здесь, нет? Детишки, которых нам спать? Сейчас спасем. Говно вопрос. Так, секунду. Как же их... Как же меня бесит их разговор. Да уже плевать. Жмур, не жмур. Поясняк метаться. Надеюсь, отсюда были крики той женщины. Блин, ту не спасли. Ну хотя бы сейчас детишек попробуем спасти. Так, они же не заложников убивали? Надеюсь, они стреляли по мне. Не, надеюсь, они заложников не убивали, потому что им должно быть не до них. Пацаны! Ах ты сила! Пацана завалил! На тебе! Оп! Твою ж мать! Так, ну быстро ноги люлей не боятся, да? Да. Все это как работало, так и работает. Где залож... О-о-о-о! Варива, варива! А-а-а, нет! Эти крючки явно для того, чтобы подвешивать на них людей. Так. Вернулись в режим стелса. Снова что ли голдовые патроны? Нет, ладно. Где мои заложники? Где мои женщины и дети? Анвард, давай пока, удачи! Где мои заложники? Крики были, так? Так. Крики были, никаких следов нету. Ну, это как минимум странно. Угу. Так, ясно, там мы были. Здесь мы были. Да мы всюду были! И я больше не слышу криков. Возможно, это было где-то дальше? Да, ну давай, удачи! Эх, снова таран на этот раз удачный! Эм, да вот и конец нашего пути, судя по всему, потому что рельсы у нас уже отвалились. А, всё! И машинке нашей тоже пришёл конец. Эх, как родная мне была. Я что, и заложников не успел спасти, да? Ну, бывает. Здесь уже ничего не поделать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! В смысле труп утащили? Ну, ладно. Не особо-то он мне и нужен был. В общем, вот здесь, я так понимаю, лучше не шуметь. Лишние звуки к добру не приводят никогда. Да рядышком, вот прям где-то. Я прям слышу их дыхание. Они слишком, слишком близко. А-а-а! А-а-а-м! Да в колокол я уже позвонил. А, Венеция? Туда? Жду. Жду, жду, жду. Держусь. Держусь, как могу. Твою мать. Вот за что я ненавижу автомат. Да держусь, держусь. Ну, привет. Да, дробовик здесь получше будет. Как ни крути, а поубойнее. И тебе привет. Мать! Ну, по голове с таким разбросом мы, естественно, не попадем. Пусть куда-то. Да, сожрали аптечку. Удачно. Твою мать. Это напомнило мне Т6, когда мы только туда пришли. Когда на нас все это дерьмо выкатилось, причем сразу. Да не подкат... Я-то держусь. Я... Я держусь. Мне норм. Да, да, да. Ты уже полчаса ко мне едешь? Твою мать. Это последний. Я не последний. Иду, иду. А, ты уже приехал. Иду. В данном случае лучше, наверное, не заставлять его ждать. Правда? Давай, давай. Да погодь ты. Видишь, убивают. А где спуск там? А где причал? Ага, вон там. Вот здесь у меня уже вопросы по поводу того, хватит ли у меня патронов. на это дерьмо. О, стоп. А что если... Твою мать. Ну сейчас бы нож слить просто никуда. Ну ты вообще ненормальный. Чего делал там, да еще в одиночку. Ладно, позже расскажешь. А пока выходим на фарватеры и полный вперед на базу. Это было стрёмно. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. А, вентиляции. Ну там такое себе. Ам, этот парень на рыбака не особо-то и похож. Я только взял кружку с кофе в руки. Твою мать. Бревно, бревно. Мог бы и раньше сказать. Да пошел ты. Там не только рыбы живут. Ну скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручень. Да я лучше буду всегда за него держаться. Так это, понадежнее. Ну вот че ты не кричишь бревно? Мм? Ну так, а? Вот этот тоннель ведет площадь революции и красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Опа. Теперь не шуми шибко. Ясно, кто это. Пашины люди, да? Лишь разлеглись, падлы. Твою мать. Мы вас не трогаем. Не трогаем. Мы креветками в шутку кличим. На вид они, конечно, жут. Но мясо, просто уматки. Особенно под пиво. Сейчас бы эту хрень жрать под пиво. Хотя, за неимением лучшего. И не стремно тебе здесь одному плавать? Твою мать. Под пиво, да? Креветки. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Креветки, значит, под пиво, да? Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кличим. Я вижу. А это не, конечно, жуть. Но мясо, просто уматкиешь. Особенно под пиво. Я же просто еще попутно кофе пью. Так, ну где? Где, где? Чего? Ну, все. Не, ну в этот раз-то нет. А, сука. А где моя клеветка к пиво? Темная вода? Снега наверху начали таять. Теперь, а, так, это мы видели во время загрузки. Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог процануть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек отчаянно живуч, как дараканы и крысы. Но, я думаю, дело не только в этом, мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так. И, возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. Ох, сейчас бы в философию-то вдаваться. А! Ага! Нет, дробовик здесь не лучшее, наверное, решение. Уверен, что притихнуло. Пою мать! Да по ним нереально попасть пока. О, где они? Пою мать! Тут хрен пойми, с какой стороны они порезут. Да мне их жалко шашлик-то. Ну, пускай дед глушит. Я-то че? Твою мать, я ж пригнулся! Я ж ты? А, возможно, я аптечку в этот момент использовал. На два, не ловите! И все? О, я ж говорю, он сам использует неплохо. В глушилке. Хе. Твою мать, ну ты-то куда? Твою мать! Да где это дерьмо? О, боже ты мой! Надеюсь, здесь шашки. Да-а-а. Я бы сразу весь сиящик поджег. Давай. Идеально. Твою мать. Ну, теперь точно все, да? Всегда вовремя. Со своими советами. Да я вообще лодки не особо люблю. Здесь я прям как Арнир. Из лазурной ночи. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской бетон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем порта. Да нам бы сначала нашего мушкетера догнать. Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ко мне норм. Вот у тебя местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злоя они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Паша плыл. Раздразнил их. Двое красных? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба. С косой. Будь спот. Семенович еще всех вас переживет. Это звучало, кстати, довольно странно. Ну ладно. А нет улова. Зами ее ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, Боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вшипелероски эти якорем глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, а не как накинуться. Плот чуть-плот чуть не разорвали. Какая муха их. А, ну так это... По этому самому тоннелю красные настрелки с бандитами прибыли. Вот они зверей раздраконили. А, вот оно что. Артем, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают. Но в тоннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны. Я не из ваших, и ваши правила мне как бы соблюдать тоже не особо. Делай это. Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же Мещук? А в борделе, значит? Это Артем. Гроза кривит. Так. Ты бы видел, как он стреляет. Везде такого... Пойдем навестить Пашу. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Помогу. Семех, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босс, ману, ей богу. Ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Рори, привет. Ну что, нам в бордель? Семен, ты вроде в движках что-то слышишь. Ну типа давайте, удачки вам, а мы в бордель. А, вот что они с этими креветками делают. Так, бордель нас ждет. Не только театральная станция значит этим славится. Опа. Сейчас мы оценим местные достопримечательности. Чего бы и нет-то. А, ладно. Бухло мы оставим на потом. Ну, один патрончик для Угоги. Ну ладно, на. Все, ну ладно. Чего барабанишь? Вали отсюда. Тогда в бордель. Ты просто вовремя пришла. А где, простите, бордель? Ладно. Воспользуемся картой и компасом. Самый проверенный вариант. Добраться бы еще туда. Я уже в предвкушении. У меня к тебе серьезный разговор. Давай начнем. А, ну и. Ну давай. Ну, в таком затопленной тоннеле на Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью. Бандиты кругом. Ну, кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пооблыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Да я тоже сегодня не особо-то в духе. Если уж на то пошло. Подземная Венеция. Три станции, наполовину затопленные грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием Древний и Прекрасный. Кто знает, что с ним стало. Хам. Так. Где? Где мой бордель? Оружейные. Ага, значит, и бордель, возможно, где-то там же. Так. Мне уже просто не терпится встретиться с нашим... Опа. Похоже на бордель. С названием поплавок. Так, встали и выжили. Простите, но ты уже не понял. Где там наш друг Паша? Где там на... Опа, опа, опа. Какого встал тут на дроне? Ладно, пойдем. Не часто в метро такое встретишь, но... Но все же, почему бы и нет. Иногда, я думаю, все же метро. Только вот на Анну она немножко похожа. К самую малость. Она-то как бы куда-то пропала. А здесь такое. Ну, мы ждем потихоньку Пашу, но я думаю... Опа. А мы типа отжимаем потихоньку то, что ей подбрасывают. Ладно. Отдохнули. Пора и двигаться на поиски нашего любимого друга. Нету денег. Опа. Я ж тоже кореш... Я тоже кореш, если что. Мне... Мне говорили, что подъемная Венеция город воров и душегубов, но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли. Обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет их. Они просто хотят жить. Особенно вот эти вот дамы. Ну что, Паша, дружище, я никогда Ларии не передавал. нас рассчитываемся с кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на октябрьскую. Вирус. Угу. Это было грубо. Ну так так стоп пять патронов один раз живем да и на Венеции мы один раз спасибо-пасибо я пошел нас ждут если надумаешь вернуться я всегда тут рядом я запомню надо бы запомнить действительно так куда смылся наш милый друг я косяк блин если бы здесь был я думаю Артем бы тоже от него не отказался но опять же Венеция культурная столица опа оружейная ну хотя у нас так так ну что паша здравствуй что-то что-то я ему сочувствую очень сильно очень сильно сочувствую оп да будет тьма твари иди-иди тебе полезно ну без света возможно стелсить будет нам попроще по канону шанра я пашу должен грохнуть твою мать палево крайне неприятная ситуация я в очень щекотливом положении сочувствую да даже два жмура сейчас будет а не три 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 как-то два мать что-то стелс снова не задался короче что-то блин по Венеции я ходил по очень тонкому льду надеюсь Анна нам это простит когда мы ее встретим если мы ее встретим ну по идее должны да хватит заряжать придурок голдовыми патронами они что как бы не казенные их вон все меньше и меньше становится вообще бы это така выбросить пистолет нацепить там бы проблем наверное не было да 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 куда-то действительно куда же он мог голдой очень хорошо стреляется отлично просто так это нехороший знак ищите ищите вообще никак никак не сныкается да 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 вот один уже зарезал так последний ну а ну а тут что твою мать еще два да ладно чувак ты самый фартовый наверное из всех кого я встречал да не стелс это мое призвание мне когда родился еще при родах сказали что чувак будет стелсить от души так чё там пусто окей жопа горит ну вот не везет мне что-то на стелс в этой игре ну да чё в этой игре мне в первой части не особо везло так что прохождение третьей части по стелсу ожидать точно не стоит в этом я уверен на сто процентов может и правда акашку выбросить но блин с пистолетом особо да дарим именно так лучший стелс просто бог стелса где наш паша где наш паша я прям жду не дождусь нашей встречи так надеюсь дружище ты за этой дверью так ты ж сука черных приручить так здесь наши здесь наши здесь наши а ты кто так я шести зарядки не брал принципиально опять поверхность да еще и болото заманчиво правда мне прям это уже нравится да надо было нож в горло че его толку допрашивать эту подло только вот парень не узнаю я тебя в гриме двустволка перезаряжается намного лучше и быстрее а шести зарядки перезарядка быстрее только только на этого на первый выстрел а ого 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 вот это уже интересно а вот это уже крайне интересно в общем ребят посмотрим мы на болото но сделаем это уже через 5 минут нужно сделать небольшой перерыв после которого полезем вон туда не особо хочется я бы и здесь неплохо жил да и тем более здесь неплохие комнаты неплохо здесь дамы себя ведут но придется вырезать а в общем 5 минут и продолжим я бы и Продолжение следует...